На этом рынке 52 павильона. Торгуют мясом, овощами, фруктами, молоком и другими товарами первой необходимости. Розовцы уверяют, все только свое, экологически чистое и проверенное. Качество продукции выше, чем в супермаркетах, а цены ниже. Это главный аргумент для покупателей. Еще в апреле 2018 года городские власти заключили соглашение с крупными торговыми сетями. Главное требование для предпринимателей – цены на социально значимые продукты питания должны быть на 7, а в крайнем случае хотя бы на 2% ниже средних показателей, которые формирует Росстат. Для того, чтобы цены были демократичными, организованы и сельскохозяйственные ярмарки. Принцип проверки прост. Специалисты городского управления потребительского рынка вместе с общественниками выборочно заходят в павильоны. Здесь ниже средней цены по ярмарке. Это редкость? Да не редкость, это закономерность. Закономерность, потому что на сегодняшний момент фермерские хозяйства больше представлены, как они растут. Сверяют цены с цифрами, указанными в специальном перечне. Там 60 позиций. К примеру, курица в среднем стоит около 170 рублей за килограмм. Здесь она дешевле. Капуста – 21 рубль за килограмм, хотя средний показатель около 30. А вот, например, бананы. Их стоимость выше указанной в перечне. Но, говорят проверяющие, все в пределах нормы. И такая ситуация на всех 16 ярмарках Севастополя. Серьезных нарушений нет. Но если такие появляются, городские власти готовы вмешаться. Регулирование цены возможно, но только в определенных случаях. Если, предположим, на какую-то группу товаров, цена на протяжении длительного периода повышается более чем на 30%. На отдельные продукты первой необходимости действует так называемая социальная цена. Она значительно ниже средних показателей. Отдельные места на ярмарке предоставлены для социально незащищенных категорий граждан. А вы здесь торгуете каждый день? Нет, нет. Два раза в день. Каждый день надо 6 человек работать. Вы платите здесь что-нибудь? Нет, здесь как пенсионерам. Как пенсионерам вам предоставляют как снижение. Мониторинг показал, на этом рынке цены в пределах нормы. Тем не менее, городские власти работают над тем, чтобы снизить их еще. Главное управление на сегодняшний момент ведет работу для того, чтобы предоставить непосредственно товаропроизводителям торговые места. Места эти будут предоставляться по отдельной процедуре. Исключительно товаропроизводителям. Надеемся, что это как-то может повлиять на цену. Для товаропроизводителя исчезает этот момент перепродажи, доставки, логистика полностью уходит на второй план. Пока таких мест в схеме размещения НТО по всему городу предусмотрено 16. Но в скором времени их должно стать больше. Главное привилегия – местным товаропроизводителям точки будут предоставлены без аукциона. Ну а мы поинтересовались у местных жителей, которые регулярно здесь бывают, как они оценивают стоимость продуктов. Да как во всем городе. Ничем не отличаются. Везде практически все одинаковое. Я вчера, например, была на Чайке, все то же самое. Все цены нормальные. Просто мы тут живем и далеко никуда не ездим. Все рядом. Очень нравится нам цены. Еженедельные проверки городских ярмарок и торговых сетей продолжатся. Святослав Данилов, Михаил Волобоев. Новости Севастополя.